В 2003 году в Национальной Пушкинской библиотеке состоялась выставка в честь юбилея Юрия Гагарина. Тогда ему исполнялось 70 лет. Юрий Гагарин – человек, который открыл дорогу к звездам. Его имя неразрывно связано с одним из величайших достижений человечества – первым полетом в космос. В представленных книгах раскрываются жизненные биографии, в частности, также воспоминания друзей Юрия Алексеевича Гагарина, которые непосредственно знали его, с ним общались, работали. Это и жизненные годы, в которых проявляется тяга к космонавтике, и непосредственно его становление как профессионал в своей области. Спустя три года в этот мартовский день столицу Мордовии накрыл снежный буран. Даже грузовые автомобили застревали в метровых сугробах, а поставка хлеба задерживалась на несколько часов. А вот годом позже в этот день на пенсионерку упала огромная сосулька. К счастью, женщина отделалась только шишкой на голове. Вот я здесь сидела, а он здесь вот сидит. Вот так сидели и разговаривали. Откуда упала, не знаю. 2011 год нам запомнился гонками на внедорожниках. На такие зимние соревнования приезжали целыми семьями. Папы работают, семьи отдыхают. Трасса небольшая, трасса на выбывание. Уходят две машины, в следующий тур выходит только одна. И так до последнего, до финала. Машин получается у нас 28. От маленькой до большой, от стандартной до подготовленной машины. Не все так просто, как выглядит. Хватает всем. Машины и сидят, и толкают, и копаются. Так что все просто выглядит только на первый взгляд. Давайте посмотрим, что было в 2013 году. Тогда любители ледяной воды окунались в прорубь на водоеме Старт. Нет, это не крещенские купания, а акция День Можа. Участниками которой были как мужчины, так и женщины. В 2022 году некому молодому человеку улыбнулась удача. Он нашел крупную денежную сумму на заречном рынке. Но главное, не оставил деньги себе, а отнес их в диспетчерскую. Анастасия Суркова, Наш Новости.